Это не победный клич, а способ справиться с напряжением. Для зрителей сражение длится секунды, но у спортсменов в голове за это время пролетают десятки комбинаций. Важно выбрать верную. В перерывах между дуэлями советы от тренеров, которые переживают не меньше спортсменов. Наставники на ходу меняют тактику атаки, пытаясь подобрать ключ к обороне соперника. Такие же советы в 2016 году в Бразилии давал и Сергей Семен, тренер двукратной олимпийской чемпионки Яны Ягорян. Тогда она заняла золото, а сейчас в Химках проводят всероссийский турнир. Сегодня у нас тур прямого вугывания по олимпийской системе. Остались восьмерки, то есть 8 сильнейших в России детей, у мальчика и у девочек, которые будут начинать в 18.00. Как раз начнутся финальные встречи этих серверов. Более 250 спортсменов до 15 лет со всей страны приехали побороться за призы Яны Ягорян. Помимо звания чемпиона России, у участников была возможность получить спортивный разряд, а на память увезти подарки. От масок до клинков с автографами чемпионки. Сладкие призы получили все участники, независимо от успехов на дорожке. К организации соревнований подошли очень серьезно. Администрация арены Химки выделила одно из лучших помещений. В баскетбольном зале развернули резиновое покрытие, завезли аппаратуру, настроили звук. У нас очень хорошая техника. У нас специально покрытые полы для того, чтобы ребенок не упал, не спотыкнулся нигде. У нас организованы подарки для детей. Организована была маркировка для того, чтобы проверить, все ли работает, не работает. У нас судьи приехали к нам с международной категории. То есть все абсолютно говорит о том, что мы подошли серьезно к этому процессу. Я честно могу и открыто заявить, что таких соревнований еще не было в нашей стране. Несмотря на то, что в Химках одна из лучших школ по фехтованию, нашим спортсменам не повезло еще на этапе жеребьевки. На 1-16 вся сборная сошлась с дистанции. Наши плохо выступили, потому что им попалась сильная группа, очень сильная. Поэтому они половину боев проиграли, плохо отжеребились, попали на сильных соперников. Впрочем, это лишь первая часть гран-при. Серия будет состоять из четырех этапов в четырех городах. Химках, Тольятти, Санкт-Петербурге и Пензии. По итогам будут определены восемь лучших саблистов и саблисток. И, возможно, на пьедестал все же поднимутся и химкинские спортсмены. Сервер Бекмобедов, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова